здравствуйте сегодня в этом видео я покажу как обрезать перец почему я вообще его обрезаю как правильно это делать что делать чтобы корни появились как можно быстрее ну и собственно что это дает и так обрезать обязательно надо между двумя листьями между двумя между узлями оставляем вот палочку чтобы не было а между узле потому что возле между узле перец не укореняется он сразу погибнет поэтому обрезайте так что был вот целый стволик именно на стволике появится корневая такой способ помогает увеличить урожайность ну по крайней мере не понижает у на урожайность также хочу сказать о том что укореняем и только макушку низ мы всегда выбрасываем потому что низ он хоть и разветвляется на пасынке но он не дает хорошего урожая потому что потом пасынки не ветвляться не знаю почему но именно макушка дает результат зачем вообще обрезать макушку если у вас вытянулся перец и еще много времени до посадки то его можно обрезать я укореняла смотрите 24 марта вот у меня календарь на часах и использую для укоренения фитоклон фитоклон две капельки на один сантиметр воды стаканчики стаканчик на 200 миллилитров если фитоклона у вас нет можно использовать корневин 1 грамм на 1 литр воды обязательно перемешайте корневин не растворяется воде он дает весь он осядет на дно поэтому сболтыхаете потом наливаете в стаканчик и вставляете наш перчик результат будет такой же как от фитоклона но может на три-четыре дня позже но в целом он очень тоже хороший результат дает я укореняла перцы и томаты томаты быстрее укореняется они укореняются за 57 дней ну а перец вот смотрите спустя 12 дней появились корешки вот 5 апреля среда и уже у нас есть корни смотрите какие красивые пушистые также мне в комментариях писали к шорту я уже выкладывал это видео о том что если укоренять только в чистой воде то корешки появляются ровно через месяц поэтому учтите если хотите чтобы корни появились намного быстрее укореняйте с укоренителем и так давайте начнем пересадку но прежде чем пересадим я готовлю раствор для того что мы мои растюхи как можно больше увеличили еще корневую систему и прижились на новом месте быстрее мощная корневая это залог большого урожая и так мы используем монокалий фосфат нам его надо 1 грамм на 1 литр воды вот обязательно используем монокалий фосфат очень много фосфора фосфор помогает нарастить корневую систему я раньше использовала микориза но на перце он как-то не очень идет поэтому для перца подходит именно монокалий фосфат также я добавляю аминосил для томатов и перцев баклажанах он также подходит аминосил это натуральное органическое удобрение в котором очень много аминокислот аминокислоты они усиливают действие любого удобрения поэтому на калий фосфат будет ну можно сказать в три раза эффективнее и корневая будет в три раза быстрее расти именно а благодаря аминокислотам также тут есть витаминный комплекс и другие полезные вещества которые помогут перцу быстрее адаптироваться и вы не заметите разницу между той рассады что сажали одновременно и той которую вы пересадите сейчас таким раствором лучше всего поливать вот когда вы пересадите свое растение чтобы нарастить корневую систему а потом можно поливать уже без монокалия фосфат через недельку через две для того чтобы растения набрали ну хорошо росли стволик был толстый и листва зеленые то есть не было хлороза вот немного захлорозили перчики пока стояли укоренялись это из-за того что иногда воды не хватало посмотрите спустя 14 дней после укоренения какая мощная корневая выросла многие пишут что перец нельзя заглублять что на перце на стволе не растет корневая не верьте никогда этому потому что люди которые это это пишут они никогда вообще так не выращивали перец я с этим способом имею уже шесть лет он достаточно рабочий я его тестировала и поэтому я рекомендую сажать только макушку а нижнюю часть всегда выбрасывать грунт используем обычный или какой-нибудь органический как вам нравится тут я выбрала такой простой соединение универсального грунта плюс торф плюс немного перлита перец любит воздушный грунт его даже можно в чистый торф верховой нейтральный посадить он очень хорош хорошо переносит вот именно такой вот мягкий воздушный грунт заглубляете делаете ямку ставите перчик обязательно поливайте чтобы но вот стаканчик большой тут стаканчики на 500 миллилитров и поливаете у меня груша была на 30 миллилитров то есть 60 миллилитров я добавила на дно и обязательно поливаем сверху и такая рассада дней 5-6 будет стоит ее можно смело не поливать сейчас перец будет наращивать корневую где-то это где-то на это уйдет 3-4 дня и потом перец обратно начнет расти и наращивать зеленую массу то есть к высадке в грунт а я высаживаю где-то 15 мая может 20 мая перец будет с хорошей мощной корневой системой очень кстати удобно смотрите и перчики небольшие да они были в два раза больше сейчас такие маленькие компактные и отлично выглядят и самое главное они при этом дадут потрясающий урожай пересадку можно делать в любое время и обязательно на первое время перчики поставьте в какое-нибудь теплое место под подсветку если у вас есть и ограничить если у вас подсветки нет и есть только южное окно затенить его чем-нибудь чтобы перец после пересадки он немного стрессует поэтому его лучше от прямых солнечных лучей убрать первое время ну а потом дней через 5-7 он уже адаптируется приживется листики поднимет вы заметите как новые листва уже появится вы можете смело уже убрать затенители света либо под лампу либо на южное окно у меня перец обычно стоит именно на южном окне ему там нравится в сибири южное окно не такое яркое также я использую аминосил пасту это тоже натуральное удобрение оно хорошо тем что тут очень много аминокислот она укрепляет иммунитет улучшая декоративность улучшает фотосинтез усиливает сопротивляемость ко всем болезням перчик не болеет перчик не хлорозит желтой листве у него не будет да вот кто-то мне сказал что у меня листья были желтые а на самом деле они подгорели на солнце потому что они стоят у меня на южном окне и если я их вовремя не полью они подсыхают и листва желтеют но я думаю многие об этом знают не всегда удается доглядеть что они вот моментально за 12 часов грунт у них просох этой пасты надо 10 миллилитров на 1 литр воды и можно опрыскивать по листу а можно поливать как вам нравится один раз в неделю или два раза в неделю мне эта паста нравится тем что в ней содержится янтарная кислота она усиливает корневую систему усиливает иммунитет также в этой пасти есть хлорелла которые помогает от хлороза листики будут зеленые красивые здоровы также там комплекс аминокислот и витаминный комплекс то есть это набор буквально вот четыре в одном аминокислоты витамины янтарная кислота и хлорела то есть такое удобрение связки вот если соединять вместе получится дорого а тут у вас все в одном я обычно опрыскиваю по листу и растениям очень нравится это снимает стресс усиливает действие удобрений этот аминосил можно смешивать с другими удобрениями то есть тот тоже монокалий фосфат чтобы усилить его действие очень кстати мне она нравится поэтому поэтому я его использую чаще всего связках каких-нибудь удобрений если какие-то вопросы еще остались по поводу обрезки перцев задавайте я обязательно расскажу если понравилось видео поставьте лайк подписывайтесь на мой канал всем пока пока всегда с вами елена